Белорусские маэстры у першыню стали лауреатами прэмии Барона Тэйлора. Гэту знагорода Франции уже больше к 200 годов уручается по двух на прамках мастацтва – живопис и скульптура. Дэпломы и грошовые прэмии завоевали Гродинская мастачка Валентина Шоба и гамельчанин, скульптор Сергей Парцянков. О переможной работе, якая замешана на войне и каханне, с Гродинским маэстром разговляла Вольга Капкович. Валентина Шоба уже 20 годов працуе у знакомитых вежах-близнятах. Тут яна и написала свою пераможную работу у Лада Темры. Журы вызначила яя твор, як лепши, сирот 9 тысяч конкурсных работ. Створаўся твор специально для выставы у Франции у Гранд-Пале. Рыгламент для удела тут обмежаваны, формат и материалы строго вызначаны. На полотно покласти дозволялось только те фарбы, які можно развести у воде – гуаш, пастель и акварель. Валентине пришлося выйсти за рамки комфорту. Очень строго регламентированные техники, а так как я, в принципе, занимаюсь смешанными техниками, постоянно работаю этими материалами, но, но, но. В своих работах я, в принципе, использую всегда какой-нибудь химический элемент, который даёт мне какую-то реакцию со своими этими всякими задумками, что я всегда изобретаю свои техники. И как бы это уже как-то мне никак нельзя было, потому что, ну, мало ли, экспертизу должна работа пройти, да, и это будет замечено и скажут, что всё к участию не допускается. Для беларуса у премии оборона Тейлора – первое за 200 годов иснование творчей ассоциации. Удел у конкурсе примали свыше 2000 картин з усих кутков света, але работы нашей делегации яскраво вызначались за гульной когорты. Сам твор зараз находится у посольства Беларуси у Франции. Коли картину никто не купить, я навернится Украину. А пакуль мастачка рыхтуется до своей персональной выставы у столицы. Вольха Капкович, Александр Божуков, Телерадио и компания «Гродно».